Привет! Продолжаем открывать для себя возможности прекрасного инструмента под названием Airtable. Сегодня рассмотрим удобные функции для взаимодействия с людьми вне нашей организации. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. Мы привыкли заполнять Google-формы, информация из которых складывается в Excel-табличке. При переходе на Airtable, спешу вас заверить, мы не только этого не потеряем, а приобретем в довесок возможность создавать календари, которые можно встроить на сайт или распространять по своим социальным сетям, и создавать канбан-доски для менеджмента задач. Поехали! Наш урок называется «Особые типы представлений». К ним мы относим форму, календарь, галерею и канбан-доску. Это из доступного в бесплатной версии Airtable. С вашего позволения, в данном уроке мы рассмотрим только форму, как наиболее популярный тип особых представлений. Форма является аналогом привычной нам Google-формы. Давайте создадим форму для подачи заявок от новых подопечных. Логика простая. Мы хотим, чтобы заполнение анкеты создавало новые записи в таблице подопечных. Соответственно, над этой таблицей мы и должны надстроить форму. Создана новая форма. Назовем ее «Стать студентом». Теперь посмотрим, из чего она состоит. Сверху в платной версии можно вставить красивую картинку и добавить логотип нашей организации. Ниже заголовок. Под ним предлагается добавить описание. Давайте это и сделаем. Введем что-то вроде этого. Отлично. Теперь список полей. Сейчас тут отображаются все поля нашей таблицы. Нам это ни к чему. Поэтому предлагаю оставить здесь только нужные для заявки поля. Предлагаю добавить сюда еще ряд полей. А именно, давайте узнаем, был ли у подопечного опыт работы с другими фондами. Создавать поля в таблице можно прямо из формы. Назовем первое поле «Предыдущий опыт» и добавим варианты «Да» и «Нет». Затем предложим выбрать из списка те фонды, с которыми было сотрудничество. Назовем новое поле фонды. А еще, на случай, если подопечный сотрудничал с незнакомым для нас фондом, мы добавим поле «Фонд текстом» для развернутого ответа. Давайте пройдемся по всем полям и сделаем их более пригодными для заполнения. Фио переименуем в «Как зовут нашего будущего студента». Обратим внимание, что когда я переименовываю поле в форме, его название в таблице от этого не меняется. Здесь же поле можно редактировать или дублировать, а то и вовсе удалить из таблицы. Ниже заголовка добавим небольшую подсказку. Город можно переименовать в более приятное, где проживаете. Подсказка тут без надобности. Для даты рождения добавим подсказку, что речь идет о студенте, а не о родственнике, заполняющем анкету. К возрасту добавим подсказку «Укажите количество полных лет». Поле «Диагноз» имеет тип «Множественный выбор». Для полей выбора доступны два варианта – «Дропдаун» и «Лист». Первое выбрано по умолчанию и означает выбор из списка, а второе выводит полный перечень для выбора. Мне больше нравится второй вариант, поэтому я выберу его, но это дело вкуса. Дальше предлагаю оставить заголовок «Навыки и увлечения» без изменений, но добавить краткое описание. Поле «Информация о родственниках» также переименовывать не будем, просто напишем описание для заполняющего. Телефон родственника переименуем в ваш телефон. Теперь поработаем с новыми полями. Название «Предыдущий опыт» мне не нравится. Переименуем его в «Был ли у вас ранее похожий опыт» и добавим подсказку. «Фонды» переименуем в «С какими фондами». Тут также предлагаю выбрать «Лист». Больно уж он мне нравится. Фонд текстом сделаем название фонда и добавим описание. Итак, дальше мы должны выбрать условия, ведь поля «С какими фондами» и название фонда должны появляться только если у подопечных ранее был опыт. Для того, чтобы сделать поле зависимым от условий, нужно перевести ползунок «Показывать только при удовлетворении условий» в активное состояние. Теперь появилось условие, которое мы будем проверять, чтобы понимать, отображать ли данное поле. Нас волнует условие «Предыдущий опыт» равно «Да». Далее я предлагаю в поле фонда добавить вариант «Другое». И для поля «Фонд текстом» добавить условие «Отображать только если в поле фонда выбрано другое». Таким образом, мы настроили следующий алгоритм. Если студент имел опыт, то мы просим его выбрать название фонда из списка. Если заполняющий не находит название, то мы просим написать его в текстовом поле. Последнее, что нам нужно сделать, разметить поля, обязательные для заполнения. Чтобы отметить поле как таковое, необходимо перевести ползунок «Required» в активное состояние. Вообще, я думаю, у нас получился набор полей, более-менее обязательных для заполнения. Так что отмечаем в качестве обязательных все, кроме комментариев. Что касается условных полей. Если заполняющий указал, что опыта нет, форма не станет требовать указать фонд. А вот если указал, что есть, обязательно потребует с него название. Аналогично предлагаю поступить с полем «Фонд текстом». Пусть будет обязательным, если заполняющий указал другое в предыдущем поле. Поле «Комментарий» оставляем необязательным. Так наша форма готова. Посмотрим, какие настройки еще у нее есть. Пропустим настройки, доступные для платной версии. Первая настройка – это текст, который мы хотим показывать после отправки формы. Введем тут что-то дружелюбное. Следующие настройки предполагают массовый ввод. Нам они без надобности. Первая предлагает после заполнения выводить кнопку для заполнения следующей анкеты. А вторая возвращает пользователя на страницу заполнения новой анкеты принудительно, через 5 секунд после заполнения первой. Последняя настройка активирует уведомления о всех новых заполненных анкетах на почту создателя анкеты. Теперь подумаем, как распространять данную анкету. Airtable предлагает два способа, спрятанных под кнопкой «Share Form». Первый – встроить форму в качестве мультимедийного контента на ваш сайт. Просто отдайте эту ссылку вашему разработчику, он знает, что делать. Второй способ – распространение ссылки в соцсетях и рассылках. Перейдем по сгенерированной ссылке. Перед нами совершенно прекрасная анкета, только что нами созданная. Предлагаю ее заполнить и посмотреть, как новая запись добавилась в нашу таблицу. Давайте быстро заполним фил, город, дату рождения и остальные поля. Вернемся в нашу таблицу с подопечными. Новая подопечная появилась в качестве последней строчки. Посмотрим на поле «Кто создал». Есть у нас и такое. Созданная через анкету запись маркируется, как созданная анонимусом. Мы создали нашу первую формулу. Теперь все желающие подружиться с нашим фондом могут найти ссылку, распространяемую по нашим каналам, заполнить анкету и получить помощь. Призываю вас воспользоваться театриалом Airtable и самостоятельно познакомиться с другими типами представлений. Все они просто настраиваются и максимально качественно служат своим целям. А мы с вами перейдем дальше, к нашему заключительному уроку, на котором мы будем писать формулы. До встречи!